Всем привет! С вами Дмитрий Луценко и проект Firmcom. Инструкцию по установке превью версии Windows 10 для смартфонов мы опубликовали достаточно давно. Но так как эта система работала нестабильно, желания обозревать ее на тот момент у меня не было. Я надеялся, что в обозримом будущем выйдут какие-то апдейты и добавятся возможности и, так сказать, будет о чем рассказать. Прошло время, я попробовал установить систему опять и я увидел по сути то же самое, что я и видел тогда. Но так как уже опять работа проделана и некоторый опыт использования накопился, мы все-таки решили выпустить этот ролик и рассказать о том, что можно увидеть в превью версии и что это нам вообще говорит, какие изменения будут нас ждать в будущем и так далее. Начнем с простого приложения, такого как звонилка. В нем, как ни странно, тоже есть изменения. Вот, например, сверху у нас появился выбор между журналом и меню быстрого набора. Так как у нас тут достаточно много пространства, есть подозрения, что могут еще и какие-то кнопки добавиться. Также в очередной разу Microsoft решили поменять номеронабиратель. За то время, что я пользуюсь Windows Phone, номеронабиратель меняется, наверное, раз уже четвертый. Я не знаю, у них, наверное, традиция такая с каждым новым апдейтом менять звонилку и менять в ней меню для набора номера. Далее, так как я очень часто пользуюсь клавиатурой, в частности при наборе сценариев, то не заметить изменения, которые у нас появились в клавиатуре я просто не мог. Добавилась очень важная функция, точечка вот эта вот. Она позволяет двигать курсор. Если раньше нам приходилось изменять положение курсора только при помощи пальцев, это очень часто получалось не точно. Часто мажешь и так далее. То теперь это можно сделать при помощи точки. Она мне напоминает TrackPoint. Если кто помнит, раньше в ноутбуках IBM и сейчас в ноутбуках Lenovo серии SyncPad. Здесь такая красная точечка. Очень похожая технология. Как бы странно это не звучало, но очень информативным оказался будильник. Он показывает очень многие изменения, которые нас ждут. Во-первых, мы видим, как поменялись анимации. То есть, если раньше у нас вылетали какие-то тайлы, элементы, то сейчас они всплывают. Очень похоже на Android. И интерфейс стал таким более изящным, более скругленным, что ли. Более приятным, мягким, опять-таки, скорее всего. Это сделает его более похожим на современные системы и интерфейсы, которые поднимаются на Android. После изменения обоев, кстати, буквально за 5 минут до съемки ролика, почему-то до этого не было данной фишки. Но вот я поменял обои, и как видите, тайлы, которые имеют фирменный цвет, они стали полупрозрачными. А обои начали занимать весь экран. Хотя ранее, как многие помнят, обои просвечивались через тайлы, которые имеют системный цвет. Сейчас они у нас уже на всем экране, и вот тайлики полупрозрачные. Выглядит в целом прикольно, мне нравится. Я бы даже сказал, очень нравится. Также хочется сказать по поводу уведомлений. Изменились и сами уведомления, и то, как их можно удалять, читать, стирать и так далее. Давайте сейчас спровоцируем какое-то уведомление. Например, я отправлю сообщение кому-нибудь. Пусть это будет так. Вот, видите, когда приходит уведомление, оно у нас появляется сверху. У него можно было спеть нажать, если бы я не тупил. Вот. А когда мы читаем, можно нажать вот такую вот стрелочку. И, например, если это смс-сообщение, ответить можно прямо здесь. Очень круто. Такое мы уже видели, насколько я знаю, в некоторых, опять-таки, сторонних лаунчеров, которые поднимаются на андроиде. Сторонних оболочек, точнее, производителей. Вот, смахивается. Как всегда, кнопка очистить все также сохранилась. Многие помнят, что раньше в панели уведомлений была отдельная кнопка для доступа в настройки. Теперь же она является обычным тайлом, которых у нас стало гораздо больше. Ну, вот видите, как стабильно все работает. Вот. Теперь у нас тайлов 12. 3 на 4 сетка. Пока что их нельзя настраивать. В настройке доступны изменения только 4. Ну, сборка сырая, это понятно. Но, скорее всего, их можно будет настраивать. Вот тут одно есть пустое место. И, насколько я знаю, в Windows 10 наконец-то появится священная и так ожидаемая всеми кнопка для включения и выключения и передачи данных. И вот, скорее всего, это место приготовлено именно для нее. Изменился калькулятор. Он тоже стал более изящным и очень функциональным. Если раньше мне казалось, что самый удобный встроенный калькулятор установлен на iOS, то теперь я могу сказать, что реально самый крутой калькулятор будет в Windows 10, когда она выйдет. Если он будет выглядеть так, как он выглядит сейчас, это просто очень круто. Добавился преобразователь величин, скорость и всего остального. Тоже очень крутая фишка, которой раньше, насколько я знаю, не было. И пока я не забыл, раньше в Windows Phone не было секундомера, и поэтому было отдельное приложение, которое нужно было скачивать с магазина. Оно было стороннее, то есть не родное, работало иногда криво, теперь он есть встроенный. Такая мелочь, которая априори должна быть у всех, ее раньше не было, теперь она есть. Изменилась галерея, теперь она у нас выглядит так. Фотографии и видео сортируются по месяцам. Добавление на смартфон. Раньше, если я не ошибаюсь, выглядело немного иначе. Выделять теперь можно просто выбрав соответствующий режим. Вид можно поменять, можно отображать альбомами, которые почему-то недоступны папками. Кстати, это является прямой отсылкой к тому, что скоро будет доступ к файловой системе. Кстати, в системе есть и более явная подсказка того, что скоро возможности будут немножко побольше, но о ней мы поговорим буквально чуть-чуть позже. Также здесь у нас есть параметры. Это тоже некоторая отсылка к изменениям, которые будут. Дело в том, что поменяли меню настроек, оно теперь выглядит... Оно имеет сортировку, то есть там, как в андроиде, персонализация, там экран, звук и так далее, а не рандомные пункты меню, как это было раньше. В принципе, сейчас оно выглядит гораздо удобнее и логичнее, но я уже успел привыкнуть к тому безумию, которое было, и мне наоборот кажется, что оно неудобно. Я думаю, это дело привычки, быстро адаптируемся. Меню настроек, вот, кстати, о котором я только что сказал. Вот, как видите, тут тоже поменялось полупрозрачный фон. Делаю открытие прямо во время записи ролика, опять-таки. До этого этого не было, я не знаю почему, я менял обои несколько раз, но вот пять минут назад поменял специально перед записью ролика, и как бы случилось чудо. Сейчас выглядят настройки вот так. То есть, как я и говорил, теперь у нас все по рубрикам. Система. Ну, тут куча менюшек, устройства и так далее. Почему-то половина настройок, которые после переноса в рубрике, они перестали работать. Например, Glenn Screen я настроить так и не смог. Он работает на каких-то стоковых настройках, и все. Поменять режим его работы нельзя. Добавить туда уведомления нельзя. Ну, опять-таки, сборка сырая, требовать от нее идеальной работы, это было бы кочунственно и слишком нагло. Дополнительных настроек пока тоже нет, просто перенесли те же, что и были ранее. Ну, в принципе, теперь они сортированы, и найти их будет, наверное, пользователю, который первый раз возьмет телефон, гораздо проще. Конечно, юзеры, которые привыкли к несортированным, огромному списку пунктов меню, в которых все лежит иногда не совсем так, как должно быть, и не совсем логично, и не совсем правильно. Теперь вот эта вот правильность, характерная этому же андроиду, она будет непривычна. Напоследок, хотелось бы показать, наконец-то, встроенное приложение проводника, которого так не хватало ранее. Как видите, оно тоже выполнено в новом дизайне, который, скорее всего, будет характерен всей системе. То есть, сверху у нас путь, справа, где мы находимся, например, This Device, можно выбирать вид. Сейчас плитки, теперь список, добавлять папки. Опять-таки, такой возможности раньше вообще не было. И, скорее всего, вот эти вот, те небольшие плюсики, которые сейчас добавлены, опять-таки проводник, он в будущем, мне почему-то так кажется, он получит гораздо больше полномочий, чем он сейчас имеет на вот этой помесе восьмерки и десятки. И, скорее всего, там будет все очень круто, и мы сможем, наконец-то, лазить по файловой системе и смотреть файлы свободно, которые находятся не в стандартных директориях, перемещать их и делать с ними все, что мы так хотим и любим. То, чего мы раньше делать не могли. В принципе, по изменениям системы это все, что мне удалось найти. Я две недели почти ходил с десяткой. Работает она, если честно, прямо из рук вон плохо. Иногда телефон просто отказывается просыпаться. То есть, Glenn Screen работает, ты нажимаешь кнопку питания, Glenn Screen пропадает, черный экран, все. И дальше некуда. Решается эта проблема только выдергиванием аккумулятора, по-другому никак. Иногда там бывают какие-то проблемы с камерой, она пару раз у меня тупо не хотела фокусироваться. Ну, то есть, разные какие-то такие мелочи, они случаются на самом-то деле очень часто. Это неприятно. И если у вас руки не чешутся, попробовать всю вот эту красоту, которую я только что показал своими руками, если вы не хотите увидеть это в очередь, то ставить превью-версию Windows 10 на самом-то деле огромного смысла и нет. Потому что функционал он врезанный, эти же плитки, они есть, но настроить их нельзя. То есть, не очень интересно. Я бы, например, половину из них убрал, оставил только два ряда. Мне бы и восьми хватило. Я как-то с четырьмя жил все это время. То есть, восьми хватит с головой. Но, пока что этого, к сожалению, всего сделать нельзя. В принципе, на этом все. Рассказать больше, по сути, нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Возможно, я про что-то забыл, возможно, я о чем-то не знаю. Может, там еще что-то скрыто, есть что-то интересное. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok